Здравствуйте, господи. Елена Камаловна, вы добрались до Беларуси. Да, добралась, наконец-то. Спасибо, что приехали к нам в гости. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. Члены нашей делегации Кашматова, ведущие секретариата, председатель комитета женщин Патрибаева, Алина, председатель комитета. Здравствуйте, господи, господи. Прошу вас. Еще раз официально благодарю вас за то, что вы приехали к нам в Беларусь. Мы сделаем все для того, чтобы вам понравилось в Беларуси. Что касается моего личного отношения, да и Беларуси к узбекам, это не просто, знаете, дружественные, братские страны. Узбеки очень не то, что похожи, а не такие, как белорусы, знаете, в главном. Это очень трудолюбивые люди. Это люди, испытавшие в своей истории все, что можно было только испытать. Вот в этом мы не похожи на вас, а абсолютно схожи. И отсюда мое отношение к вам. Я очень внимательно, пристально наблюдал за развитием Узбекистана. Вы знаете, что я не одну пятилетку работаю президентом. Я видел развитие Узбекистана при прежних руководителях и прежнем президенте Царства Ему Небесное. Несмотря на то, что у нас взгляды очень расходились, мы были дружны с ним. Я многому учился у него. Ну, что говорить, вы хорошо знаете своего президента бывшего. И я всегда говорил и повторяю, что узбекскому народу в этом плане повезло. У вас очень хороший президент. Я и в глаза ему говорю, что ты не должен подвести народ, который тебе так доверяет и верит. Работая на вторых ролях, многое испытал, многое увидел. Поэтому в этом плане ему легче работать. Я ему тоже об этом говорил. Но повезло в том плане, что он страстно хочет сделать для Узбекистана, для узбеков жизнь лучше. Я скажу, что очень тяжелое ему наследство досталось, больше 30 миллионов населения. И сосредоточенность в определенных точках. Это накладывает свой отпечаток на развитие Узбекистана. Но он знает, что делать. Мы много с ним разговаривали, летали на юг вашей республики. Узбекистан – потрясающе красивая страна. Такие места красивые мы бывали там. Это историческая страна. Поэтому у Узбекистана большое будущее. И просто вам мой совет – постарайтесь как можно дольше изберечь своего президента. У него большое будущее. Ему надо время, чтобы развернуться. Ваш визит, Зала Камаловна, проходит в исторический такой год, 30 лет. Как мы уставили наши отношения дипломатические. Две независимые страны. Немало сделано. Но я думаю, что есть куда стремиться. В это непростое, сложное время, когда мы находимся в международных отношениях, их на изломе. Не буду конкретизировать, но я очень благодарен руководству страны вашей и Шавкату Миромоновичу за аккуратную, непубличную, спокойную поддержку. Любую просьбу, с которой я обращался к нему, он всегда выполнял. Вы ему передайте, что мы очень обязаны и благодарны за это. Но белорусы такие люди, что в долгу никогда не остаются. Поэтому все, что нужно помочь Узбекистану, мы сделаем. Все-таки в Советском Союзе Узбекистан был больше всего сырьевой базой такой для развития Советского Союза. Мы более технологичны были в силу нашего расположения и так далее. Поэтому мы готовы поделиться с вами любыми технологиями. Любыми. Вот все, что вы увидите, здесь ваши специалисты. Мы, Наталья Ивановна, мы узбекам должны сделать все. Мы встречаемся в год, когда вы в таком переломном этапе были. Вы провели референдум и выборы. Молодцы. Аккуратно. Были не палатки, это накануне. Вы вовремя красиво. Красиво. Я говорил, что в Катуме об этом отреагировали. Люди на вас не обижены. Наши наблюдатели там были и видели, что все было достойно. Ну а вы молодцы в этом плане. Нам это важно, потому что мы тоже совершенствовали со мной закон, законодательство о выборах. У нас единый день голосования в будущем году. Мы избираем парламент. Более того, мы избираемся в Белорусское народное собрание. У вас тоже подобный орган. Есть коллективный. Вы опираетесь на советы старейшин и так далее. У нас народное соборное такое собрание. Это не новинка. Шесть у нас прошло таких съездов Всебелорусского народного собрания. Съезд нашего белорусского народа. Мы его законили конституционно. Вот первые выборы стоятся. Поэтому для нас ваш совет, на что обратить внимание в нынешней ситуации, очень важен. Что касается нашего сотрудничества, мы очень тесно сотрудничаем международных организаций, особенно региональных. Это Еврозес. Спасибо за ШОС. Вы всегда нас поддерживали и поддерживаете. Организации Объединенных Наций. Ваше одно слово по линии МИД. Скажите. Мы вас просим. Вы нас подсказываете нам. Мы вас всегда будем поддерживать. Потому что ваш курс и курс в Беларуси на миролюбие, на дружественное отношение с соседями и другими странами. Это и наш курс. Мы встречаемся в рамках женского форума регионального. Регионального женского форума. Я бы очень хотел, чтобы, вот как с Российской Федерацией опыт уже есть, мы перешли к региональному сотрудничеству. Основой которого является экономика. Для нас это важно. Для Узбекистана еще важнее с точки зрения технологий. И в этом плане, начиная уже не с простой торговли, а с кооперации наших предприятий, переносить наши технологии к вам в Узбекистан, для вас бы было это очень интересно. Мы готовы в этом направлении абсолютно открыто, как я выше сказал, работать. Опыт есть определенный, технологии есть. Мы готовы обмениваться этими технологиями. Очень хотел бы теснее сотрудничать с Узбекистаном, потому что у вас есть много товаров, которые нас интересуют и которые нам полезны. Ну вот кратко такой спектр отношений, мое видение наших отношений с Узбекистаном. Еще раз благодарю за то, что вы приехали со своими коллегами. Спасибо вам большое. Не забудьте передать моему другу самое теплое пожелание, самое доброе пожелание. Он меня пригласил в Узбекистан. Но я говорю, я хочу побывать в Узбекистане зимой. Я постараюсь вырваться в ближайшее время, чтобы побывать у вас в горах. Спасибо большое, господин президент. В первую очередь я хочу поблагодарить за приглашение. Мы долго-долго собирались, откладывали несколько раз в связи с нашими политическими событиями. Но этот визит наш наконец-то состоялся. Знаете, как только вступили на белорусскую землю, мы действительно почувствовали себя как дома. Мы восхищены чистотой, аккуратностью вообще и дорог, и города, и доброжелательностью людей. Вы правильно сказали, что сближает наши народы это трудолюбие, это гостеприимство, это открытость. И я хочу в первую очередь, господин президент, передать вам приветствие от вашего друга Шахат Миромановича. Мы перед отъездом с ним говорили, и он сказал, что передай мои приветствия и пожелания самого-самого лучшего моему другу белорусам. Его лице говорит, и мы ожидаем вас в Узбекистане в этом году, в конце этого года, или в начале следующего года, как мне сказали, в Министерстве иностранных дел.